Когда появились ёлочные игрушки в России? Чем украшали ёлку в 19 веке? И как изменились ёлочные игрушки с приходом советской власти? Рассказываем на портале Культура РФ. Ёлочная игрушка появилась в России примерно в 30-е годы 19 века. Традиция пришла из Германии. Поначалу украшения даже нельзя было назвать игрушками в современном понимании. На ёлку вывешивалось всё, чем были богаты. Банта из дорогих тканей, крупные ювелирные украшения. Помните щелкунчика? Ёлки украшали как в сказке. Яблоками, конфетами, свечами. В 1880-е годы в Российской империи начали целенаправленно работать на ёлку. Стали производить стеклянные бусы для украшения рождественского дерева. Первые игрушки из стекла изготовили в клину во время Первой мировой войны. Пленные немцы научили местных стеклодувов делать не только посуду, но и ёлочные шарики. После революции рождественскому великолепию почти пришёл конец. С 1927 по 1935 год ёлочные игрушки перестали производить. Впрочем, долго Советская Россия без праздника жить не захотела. И в 1935 в газете «Правда» вышла статья с робким призывом «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку». Рождественская ёлка довольно быстро переквалифицировалась в идеологически правильную коммунистическую новогоднюю ель, как и игрушки. Не прошло и двух лет после выхода статьи, как в Доме Союзов установили ёлку, украшенную шарами с портретами членов Политбюро. Самодельные же картонные игрушки, обёрнутые в фольгу фрукты и фигурки из ваты вместе с духом дореволюционного Рождества, ушли в небытие. Зато на фабриках начали в промышленных масштабах выпускать стекленные фигурки физкультурников, парашютистов, пионеров, аэропланов, поездов, пограничников с собаками, броневиков. Вифлеемская звезда на макушке ёлки быстро трансформировалась в кремлёвскую пятиконечную. Время шло, и на стекленных шариках сменяли друг друга портреты сильных мира сего. В 1937 году была выпущена серия шаров с портретами членов Политбюро ЦК ВКПБ, а также большой шар с изображением Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Как страшно, наверное, было тогда такой шар разбить. Из книги историка Аллы Сальниковой «История ёлочной игрушки». Во время Великой Отечественной войны ёлочные игрушки тоже выпускались, правда, очень маленькими партиями. Танки, солдаты, самолёты. После 1947 года 1 января снова объявили праздничным выходным днём, а ёлочные игрушки стали разнообразнее. На ветвях красовались всевозможные герои сказок, милые зверята. После выхода фильма «Карнавальная ночь» в моду вернулись стеклянные бусы. В 1960-е случился космический бум. И на всех ёлках страны появились космонавты, ракеты, спутники, планеты. Настоящие фрукты и овощи с ёлок пропали. Зато появились стеклянные, как демонстрация сельскохозяйственных успехов Союза. При Никите Хрущёве была особенно популярна кукуруза, царица полей. Правда, с приходом к власти Леонида Брежнева она с ёлок практически повсеместно исчезла. Примерно в это же время появились первые ёлочные гирлянды. И именно в 1960-х в Советском Союзе прекратилось кустарное изготовление ёлочных игрушек. А фабричное производство поставило на поток бесконечные пластмассовые снежинки, шишки и шарики. Как изменились ёлочные игрушки с приходом советской власти?